С этой площади начинается долгий и сложный путь участников автопробега от моря до моря. Водителям предстоит сначала преодолеть путь до Магадана, а оттуда доехать аж до Севастополя. Отправиться в столь далекий путь забайкальцев вдохновило признание Охотского моря внутренним водоемом России. Мало кто об этом увидел, услышал. Мы решили объединить два моря. Мы доедем сначала до Магадана, возьмем там немножко воды, отвезем в Севастополь. По пути гости фестиваля, кто был у нас на фестивале в Чите на Студвесне Страншос, будут передавать символические емкости с водой из своих очень больших водоемов. Там будет и Байкал, и Лена, и Енисей и так далее. Всего из Читы выехали две машины – внедорожник и Гуран. Еще один грузовик присоединится к путешественникам в Новосибирске. На трех автомобилях в Севастополь повезут гуманитарную помощь. В первую очередь медикаменты и канцелярские товары, ведь в Крым забайкальские водители прибудут как раз к первому сентября. Помимо этого, участники пробега собираются провести экспертизу федеральных дорог и продаваемого на них бензина. Пробы, которые мы будем отбирать на автозаправочных станциях, будут проверены на масс-спектрографе в одном из институтов Сибирского отделения Российской Академии Наук. Мы выясним для себя состав вплоть до молекул бензина. Для нас, как для общественников, это интересно в первую очередь тем, что мы понимаем точный состав топлива и можем обращаться с соответствующими обращениями и заявлениями в контролирующие органы и с претензиями к производителям. Также участники пробега планируют организовать в Новосибирске Кубок губернатора по техническим видам спорта и провести в регионах России совещание с участниками авто- и мотоклубов. Одним словом, дел уйма. Лишь бы только не подвел Горан машина все-таки для городских дорог. И лишь бы все обошлось на границе с Донбассом. За все те шесть отправок гуманитарной помощи, которые у нас состоялись с апреля, только одна из них была относительно спокойной. Это гуманитарное путешествие в Крым станет для забайкальских водителей шестым и последним в этом году. В следующий раз за руль получится сесть лишь зимой следующего года. На это время у автолюбителей намечен большой зимний автопробег. Никита Гребенников, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ